Эта женщина-остеопат приложила маленькое усилие, так как тут структура была слабая, здесь и лопнула. Ребра шедут отсюда, сюда, понимаешь? Почему перед тем, как работать на грудном отделе с животом, с ногами, надо постараться выстроить всю структуру позвоночника ровно, убрать сублексации, фиксации, проверить ассоциированные органы, еще здесь сдвинут, да? Больно? Сейчас мы этот весь отдел проработаем. Ложись на живот. Сейчас мы будем работать с твердой мозговой оболочкой. С твердой мозговой оболочкой можно работать через крайнюю сакральную терапию. Это не эстерпат и придумал. Это придумал костоправ американский стедгарт. Поднимите историю. Эстерпат и украли. Я вам не читала. У вас на сайте тоже называли. Эстерпат придумал. Значит, мы можем работать лежа на спине, под голову, но это будет отдельный у нас, конечно, семинар, потому что там надо будет учитывать положение атланта, подвывик затылочной кости, ротацию всех шейных позвонков и работа с тазом. Таз-крестец. Если таз у нас, к примеру, дестабилизирован, то всегда будет проблема с ППС. Там все надо учитывать, это все поубирать, а потом работать с ТМО. А там работы много. Там только таз занимает целый семинар, потому что бывают три категории таза. Таз-1, таз-2, таз-3. Это мы будем целый день изучать. Значит, мы можем работать локально с ТМО, поставив пальчики на поперечные троски. Штука кажется со стороны простой, но я на Пашке сделал, Пашка сказал, да, такое ощущение. Значит, что мы делаем? Вот этот позвонок был сдвинут, ротирован, да? Естественно, он потянул за собой твердую мозговую оболочку, правильно? Потому что она-то прикрепляется к внутреннему каналу, и есть такая зубчатая связка. Все знают, да? Зубчатая связка прибавляется к саму спинному мозгу и к ТМО. И при ротации ТМО делается торция самого спинного мозга, то есть жгута этого нашего основного. Естественно, будет натяжение что? Корешков. Ну, если он спинной мозг развернулся, то с одной стороны он уже потянет за собой корешки. Ставим пальчики и просто входим в нее, в тело. Если с ТМО все хорошо, то пальцы будут разряжаться вот так вот. То есть позвоночек при компрессии всегда растягиваются, разряжается. Это его, естественно, нормальное состояние. Если проблема, то складка киплера будет увеличиваться, пальцы будут съезжаться. Если нормальное тело, мягкое, то просто пальцы будут вниз уходить четко вниз. Просто сюда и вот так вот. Вот это норма. Теперь смотрим. Я давлю просто, я не давлю так, я не давлю так, я просто вниз, вхожу вниз. Просто поставил пальцы и наблюдаю за картиной. Что будет со складкой киплера? При скручивании ТПО складка киплера будет увеличиваться. Да, это пятая завершающая работа. Просто эта тема не этого семинара. Ну, в отчасти мы триггерную точку захватываем, не на шее. Но раз уж попалась пациентка, рассмотрим пять факторов позвоночного действия. Для того, чтобы мне давить вниз туда, мне надо встать угол, поставить перпендикулярный к грудному отделу. Так как тут есть кефос естественный. Вот так неправильно. Мы перпендикуляр сами. Понимаете, да? По отношению к структуру. Да, к позвонку. И вот пальцы пошли сияться сами. Складка киплера увеличивается. Мы доходим, будем держать до тех пор, пока не сойдутся пальцы на коже, пока они не сожмут до конца. Здесь, да, но я не усилю, я просто поставил. Здесь надо иметь крепкие фаланги пальцев. Кто думает, что это просто, попробуйте. Это не просто. Если 10 человек в день, пальцы будут отваливаться. И берегите большой палец свой. Делайте этими пальцами. И потом вот такой делаем индукцию. То есть очень сильно и получается эффект отскока. То есть человек, который бежит, бежит, может видели сильно. В стену ударился и отскочил от удара. То есть что мы сделали? Я индукцию сделал и позвонки друг от друга отходят. Да, эффект как вот. Победите в стену удар, вы оскочите. То же самое. Я дошел до максимальной складки киплера. Почувствовал, что все, пальцы уперли структуру. Резкая индукция и бросит пальцы. Ясно? Ясно? Ясно. Что чувствую? Может какое-то тепло, волна? Что пошло? Хватило? Вот, 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 вот здесь вот тепло. Сюда тоже будет. Да, вот здесь. Да, вот здесь. Все правильно. Хорошаток с прямой божьей. Да, но для того, чтобы она идеально ходила, надо проработать вис по заночку, убрать ротацию везде. Вот, убрать под вырезы тылочной кости атланта и крестец. Поставить ровно. То есть крайне-сакральная терапия. Вот. Мы работаем на затылочной кости и на крестце. Если правильно проработать, весь позвоночек сам достается. Это уже проверено. Но тут надо иметь очень много практики. Очень много. Здесь больше. Есть еще? Ага. Вот давайте как раз этот триггер будем убирать. Сейчас четко работы с триггером. Значит, смотрите. Так как это травма давняя, детская, то работы будет много. За несколько сеансов. Ну да. За несколько сеансов. Ну да. Но если постараться, за два можно убрать. И вот здесь, смотрите. Мышца уже изменила свою структуру. Она дифферцирует. Дифферцирует такой жгутик толстенький и болезненно, да? Ага. Здесь есть два триггера. Мы этот вариант не записали. Записали только. Здесь триггер и в сухожилии, и в мышцах. А в мышцах какой? Задний разгибатель. Экстензоры. Экстензоры верхнего отдела, которые разгибают. Вот триггер в нем. Не ромбовидный. Глыб же. Трапеция, ромбовидная, нижний слой. Экстензоры спины. Давайте делать теста. Садистка мне сюда. Как-нибудь. Экстензоры. Экстензоры. Какие мышцы? Семиспинали, сременная мышца шеи и головы. Да? Разгибают ближе к нему. Как мы делаем тест на силу? Фиксируем плечи и просим головой толкать назад. То есть разъебаться. Толкай. Толкай. На неможень. Толкай. Абсолютная слабость. Давайте проверим, как у него работают сгибатели. Фиксируем плечи здесь. То есть вот это функциональные тесты. Ну тут и мышечные тесты, и функциональные. Толкай лбом вперед. Толкай. Толкай лбом вперед. 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 смотрите у нее слабый и экстендеры и загибатели почему у нее дети эти мышцы слабые мы там записывали потому что триггер и в брюшке мышцы есть триггер развиватели и в этом помните если бы был только сухожилия аппарате кожи то передние мышцы это антагонисты развиватели были бы сильны у нее там и там три поэтому идите мышцы нет мы делаем правильно я не дару сильно то есть я просто зажал и дарить сама она включила только что плечи тестирование она включила плечи я это заметил и появляется прямо все сильная мышца не включает не помогает мышцами сильные листами и а не станет наш работать чисто мышца вот здесь если с мышцами нет проблем значит с этим отделом с этим отделом мы сюда должны поработать на декомпрессию сделать через шейный отдел у нас под вывих атланта под вывих атланта вот допустим фиксация в ротации будет чувствоваться с до 5 до до 5 до 6 это связано с ременными мышцами головы и шеи цепочкой даже да будет чувствуется вот застрял атлант и если вот здесь будет фиксация то и атлант не будет поворачиваться до конца и помните таблицу я вам говорил сводная таблица братьев ловит здесь c1 l5 c24 c3 или 3 гарантируются в одну сторону остальные то есть у нас связь с 115 вот так идут и встречается на 5 пишет нам надо шестом встречается c1 c2 c3 при ротации в эту сторону нижней позвонки тоже здесь уже будут контр ротация я вам говорил на том семинаре лица братьев помнишь да посмотрите его очень хорошо писал у отры и в инстаграме я выкладывал этот рисунок не смотрите я выкладывал из книжки фотку зайдите ему инстаграм ну зайди в инстаграм не врата цикландо если боль триггер где вот процесс мастер тест 3 значит тут много работы посмотрим на фиксацию до ротов есть фиксация то есть смотрите амплитуду здесь и здесь ладно давайте уже проработаем и ложись на спинку сюда сидя обязательно лежа надо сделать лежа человек расслабляется берем вот такой хват сейчас мы будем работать на практике шеи мы все это будем делать и я уже не буду объяснять вот вы будете вытягивать шейку вот так вот потом делать просто только пациент себя расслабляет делаем ротацию до до предела отодвигая пару градусов обратно то есть находим функциональный предел и делаем раз 10 12 легко очень легко помните там триггера сухожилиях если мы будем раздражать они дадут больший спас так работает рецепторный аппарат гольджи дошли посмотри дошли до предела функциональный отодвинули вещь и делаем рот декомпрессию вытягиваем тракции короче делаем в родном чувствуется до натяжение нас мы сейчас не шаре лечь а она легенькая маленькая то есть мы не делаем ты не путай срыв что мы тебе делали убирали блок шею это чуть другое чуть другая работа в конце я опять завершаю чтобы проработать больше на грудной отдел на перехода 1 до 2 до 3 мы голову приподнимаем вверх чем больше мы подымем тем лучше будет подбородочек до вниз то есть вот так это середина да если запрокинем больше будет c2 c1 тянуться c0 c1 а так мы будем тянуть грудной отдел голову нам надо сделать декомпрессию грудного еще один мы все сделали до до 5 позвонка на тот весь отдел который у нее там смещался мы лечим вот это не лечим вот это но мы его не трогаем мы работаем через через работу рецепторов и мышц на здесь и нельзя работать потому что болит все и здесь единственное что я назначил перестальный массаж по васечке но ты делала пять минут можно пять минут больше нельзя нет не надо первый сеанс и вообще делаются по моему 4 минуты 3 4 5 5 минут здесь ты можешь работать и 5 минут по уходу чтобы лучше сначала ты делаешь массаж на ток лимфы чтобы лучше отходила и в конце пять минут больше ничего не надо ты освободишь лимфатические сосуды и вся отечность буду лучше уходить ну так и сделали видимо поэтому так хорошо и ушел витя сделал тракции и улучшилось как боль меньше стало меньше мы просто сделали тракции разжали c0 c1 сейчас проверим тут наличие в чем проблема работы шея с трагерами у многих людей есть лимфоузлы нельзя путать но мы сейчас эту теорию мы сейчас напишем пока еще практике не переходили просто маленький ребенок пока спит на коляске спит надо ее подключить ребенок до схема столь теперь мы делаем тракции на грудной отдел и болит это . очень просто у меня вдох выдох через открытый итог вдох выдох вдох выдох В чем проблема многих предкладных кинзилов, потому что они все в один голос говорят, что это диагностический метод, можете посмотреть разных врачей по ПК, диагностический. Почему? Потому что дальше не идут. Без знаний отрастовой техники, мануальной медицины, тестирование как бы бессильно. Сейчас мы и будем ее расставать. Руки за голову, замок. Прием очень сложный. Локти вместе. Ярославль. Еще вместе локти. Егорка, иди, держи ее локти пальцами. Тут нужна помощь. Нет, двумя пальцами. Самые кончики двумя пальцами. Замечайте, как она держит. Ты расслабляешься. Поясничку прогни, сделай лордус поясницы. Все, расслабься. Слышали? Это она наносила на себе гадание. Это был траст на весь этот отдел. Нормально чувствуешь себя? Теперь пациент дышит полной грудью. Мы проверяем на наличие ущемлений, невралгии и так далее. То есть, если во время траста произойдет случайно у кого-то ущемление грудное, где-то здесь нерва, она не сможет дыхнуть, будет боль. И здесь тоже может произойти ущемление. Обязательно проверить. Нормально дышишь? Боли нету? А теперь руки разведи. Давай, вдыхай. Нормально? Теперь руки сведи, сделай себе. Это провокация, понимаете? Угу. Не больно, да? Пришла она два дня назад с болью, не могла дышать. Да, на 2 месяца не могла дышать. То есть, это сегодня второй сеанс. На первый сеанс я это раз не делал. Почему? Ну, не готова она еще была. Потому что все было зажато. Я тебе сказал, как подготовить и размассировать. Теперь ложись на живот, тот же самый триггер пропальпирую. А если все-таки произошло ущемление в процессе? Значит, корявые руки идти. Надо отрубать. Не, ну поправить же можно? Ну, будем поправлять. Как тут будет? Меньше стало? Да, на полу вечера. Позвонки зашевелились. Заработали вилку. Динамиками, да. Добро стали мягкие. Теперь чуть в наглую проверю я. А, давайте проверим силу. Угу. Давай. Еще сильнее дай. Ох, это отключилось. Толкает. Блин, это вообще сильное стало. Заработали. Ну, проверю сейчас их стендеры. Толкает. Помнишь ли? Ближе ко мне. Толкает. 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 Тремора нету. Вот мышцы не включает. Толкает. 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 Ну, у него от природы слабость. Ромбовидная толкает. Толкает. Хорошо. Не было боли? Нет. Смотрите. При наличии триггера в брушке мышцы любая работа этой мышцой на тесте будет давать боль и мышца слабы. То есть мы делаем выводы. Ну, у него до этого ромбовидные тоже были сильные. Почему я сделал, что триггер не в этом. Не ромбовидный, а не сильный. Да, да, да. Вот, в экстензоре. Триггер в брушке мышцы мы даже еще не убирали, экстензор. Я сейчас работал с космос-структурой. Это ты уже уберешь. После сегодняшнего семинара уберешь. Ложись. Сейчас жилку мы проверим. Как фиксация грудных позвонков влияет на миозидные вот эти вот жилки. Как боль? Смеч. Равномерно, слева, справа. Значит, миозид, миозид считается хроническим заболеванием, неизлечимым. Тебе, как его лечить. На эту область делаешь, во-первых, компрессор на протяжении 10 дней. Наш, классический. Любые согревающие. С димексидом тоже можно? Можно с димексидом, да. Лидокаин, ампула лидокаина, 2 миллиграмма димексида, дексаметазон не надо накормить и уфилин. И уфилин. Да. Дексаметазон это гормон, не надо. Это картикостероид, ну, это гормональный. Лидокаин еще плохого не будет, лидокаин 10% не будет. Там еще у нас анальгин был. Можно анальгин. Можно анальгин, но анальгин он даст боль. С ними на час, на два. Лидокаин будет димексид, будет прогревать. Лидокаин будет снимать боль. И так сеансов 10. Обыкновенные компрессы. И массаж миофасальный. После этого мы делаем массаж. И работаем с самой брюшкой мышцы. Зажимаем. Эту мышцу вылавливаем. Или же, если ты ее не можешь вылавливать, прижимаем ее к ребрам. К ребрам. К ребрам. Я компримирую ее, держу. Ну, вот это уже по теме. С любой, с любой, с любой триггерной точкой именно в брюшке мышцы первые сеансы мы работаем компрессионной техникой. мы делаем ишемию триггера и держим 20 секунд. Раз, два, три, четыре, первый сеанс 20 секунд. Четко 20, не больше. Вот по секундомеру. Вот. Один подход. Второй сеанс. Или два подхода по 20, или один подход по 30. Третий сеанс. Так же самое. Или один подход 40 секунд, или два подхода по 30. Это четко проверено. Это китайская окупунтура. Там у них это прописано. Прикладные кинезиологи очень хорошо знают эту окупунтуру. Он на том сценарии говорил. Они купили у китайцев. Маа Цзэдун их выгнал. Они уехали в Америку. И они у них за гроши купили эти секретные техники. Это есть в истории, в интернете. Почитайте. Дэвид Лид, Говард там, где-то есть лекция говорит. С противопожной стороны так же самое. Читайте, считайте, как 20 будет скажет. Первый сеанс компрессионная техника не больше 20 секунд, чтобы мы не вызвали ишемию. И если будет ишемия длительная, то кровотока не будет, когда она будет лечиться. То есть мы постепенно лечим. Иди, Андрей, щупай. Ушел. Ему уже не интересно. Можно? Ну, пощупать тебе. Ну, и надо работать с Атлантом. Атлант будет постоянно ротировать L5. А у нас то и есть. Если ротированный Атлан, то ротируется и Аксис, обычно по опыту, знанию, разносторонняя ротация, мы делаем снимки у королевой, да, у Львка, и практически у всех контр-ауэротация Атланта с Аксисом. Если Атлан против часовой, это Аксис по часовой, контр-ауэротация. То есть это статистика. Вот такая стопка у меня уже снимков за три года, за два года она с королевой работой. Только она это видит, описывает. Другие ревниологи не описывают. Ни в Москве, ни в Украине, ни в Киеве, ни в каких других городах. А королевы? В Москве. Очень отличный ревниолог, и она именно видит, она все описывает. Кондру, ротацию, артрозы, все-все-все. Сейчас мы будем эти снимки рассматривать, я взял с собой. На форуме все контакты. Смотрите, как работает сводное правило братьев-клавец. Смотрите, С2 у нее ротирован сюда. Значит, L5 куда будет ротировано? Тоже сюда. Ой, L4. С2 с L4. Вот он, смотрите. Вот так они ротированы. Атлант у нее сюда. И L5 сюда. С2 сюда, и L4 сюда. В инстаграме у меня есть эта картинка с книги. Зайдите и посмотрите. И прямо себя распечатаете, и там табличка вот так вот идет. С1-L5. С2-L4. С3-L3. С4. Только до третьего сегмента у нас в одной ротации. С4 в контр-ротации. И сходится на Т5-Т6. Видите? Пятый будет сюда, Т6 будет сюда. Контр-ротация. Односторонняя ротация только первых три позвонка. То есть и нижних три. Здесь описание. Я так сходил специально. Ну, вот это веса делу. Д1-D2-D4-DH-D5 автохрустелом. Теперь мы будем на подбородок. Мы будем смотреть соотношение С7 и D1. Шейно-грудной переход. Очень самый важный. Идем в 100-D меньше. Блок мы проверим. Мобильность, да? Как мы проверим? Да. Фиксируем нижний отдел. И проверяем легкими толчками. Боль есть? Угу. Идем вверх до аж затылочной кости. Где есть боль, пациент должен сказать? Нет, да? Теперь опускаемся сверху вниз и больше толчки делаем. Под атлантом с этой стороны из Блдана. Ну, там и была, помните? Угу. Фиксация. У меня там триггер. Вот видите, защёлкнул. То есть это был тест. Это был функциональный тест. Вместе с мобилизацией произошел трассом себе. Угу. Потому что... Он долго ждает. Видите, всё делается легко, без усилий. Многие люди думают, что в костоправстве жёсткие техники. На самом деле они ошибаются. Костоправство расшифровывается. Ость прав... Правильная ось должна быть. То есть мы правим эту ость. Жёсткие техники выполняются... Есть, но они выполняются редко на подготовленных людях. Кому это надо. Спортсмены, военные, качки. Здесь чуть-чуть не пришлось приложить усилия. Потому что... Здесь был блок больше. Снял блок. Так, на подбородочек. Сейчас, по-моему, равномерно. Ага. При трассе D1 ротировался по часовств. Вот ещё какой против. Сдвинулся D1 при трассе. Сейчас будем выбирать эту ротацию. Вот.